Всех представителей знака Зодиака Рак, я рада приветствовать на своем канале. Наконец-то выкладываю для вас долгожданное видео на терраскоп на август 2018 года. Я его задержала по сравнению с другими терраскопами, которые выкладывала, не по причине того, что я решила вас объявлять, а по причине своей занятости из-за напряженного графика консультаций. Но, тем не менее, да, августовремя еще есть, поэтому у меня есть возможность исправиться, выложить, скажем так, да, и дать вам информацию. Поэтому все те, кто мне писал в соцсети, просто там номера телефонов, либо даже люди звонили, когда же, когда, я уже три дня жду, вот и, наконец, выкладываю. О чем хочу напомнить, чтобы заранее предупредить ряд комментариев. Во-первых, я работаю как на прямых, так и на перевернутых арканах, поэтому не пишите мне, пожалуйста, глупых комментариев, возьмите правильные карты в руки, все в таком контексте. Тем, кто сомневается, что есть такая методика работы, пожалуйста, Google помощь, проверьте, почитайте, ознакомьтесь. Я знаю, что практически 90% торологов работают на прямых арканах, это их видение и, скажем так, метод, при помощи которого они работают, подают информацию. Напоминаю, что расклад является общим, он не может абсолютно проиграться для всех, поэтому многим из вас необходимо смотреть аэроскопы не только по знаку своего зодиака, но и по знаку своего асцендента в натальной карте. Сразу хочу вам показать, что у меня в колоде как прямые, так и перевернутые арканы, поэтому какая карта у вас выпадет, если у вас выпадут все перевернутые, то это не потому, что я так захотела, а потому, что так упала карта. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, проговаривайте свое имя, дату рождения. Это делается для того, чтобы вам лучше сонастроиться с работой карт. Когда мне пишут, почему расклад общий, я должна проговаривать свое имя, дату рождения. Пожалуйста, можете этого не делать, но вам будет легче воспринять ту информацию, которая вам идет от потока. Итак, давайте смотреть общую атмосферу месяца. События, которые у вас проиграются в плане работы. Финансов, здоровье, личной жизни и совет от карты. Давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. Что у вас здесь падает? Так, перевернутая семерка жезлов. Ну, здесь по этой карте однозначно вам будет сложно отстаивать свои права, свои интересы. Это может касаться как рабочих взаимоотношений, так и отношений личного характера. Это, знаете, сама по себе ситуация, либо желание плыть по течению, потому что вы не в силах сейчас, на текущий момент, что-либо изменить. Это, знаете, совет остановиться, присмотреться и понять все за и против. Как же вам нужно действовать в этой ситуации? В плане работы у вас падает восьмерка кубков. Для многих это отыграется как ситуация ухода с одной работы на другую, перехода, либо в целом ухода в никуда, либо кардинальной смены деятельности. Либо, например, вот вы, например, вели два вида деятельности, вы можете отказаться от одного и в целом посвятить себя другому. Если на текущий момент вы безработный, то ситуация здесь не изменится. Если у вас здесь свой бизнес, то здесь будет, знаете, как попрощаться с рядом партнеров, либо в целом сделать реструктуризацию своей организации. То есть какой-то новый подход. Может быть ситуация ребрендинга. Вы здесь будете вносить какие-то инновации для развития вашего дела. С позиции финансов. Давайте смотреть, что же у вас здесь падает. С позиции финансов. Старший аркан смерти. Ну, что могу вам сказать? Понятно, что с финансами здесь будет серьезная трансформация. Это отыграется, видимо, для кого-то кто-то как уволится. Либо у вас будут серьезные колоссальные траты, как я сказала, на реорганизацию, реструктуризацию своего дела. То есть вы по максимуму инвестируете. Соответственно, здесь у вас... Ну, я не говорю, что останетесь кол как сокол. Нет. У вас останется только те финансы, как я говорю, да, на какой-то вот прожиточный минимум, потребительскую корзину. Потому что здесь вы всецело будете отдаваться в развитие своего дела. Потому что смерть, даже с позиции финансов, это не только карта материальных потерь. Это карта трансформации. То есть здесь вы вкладываетесь во что-то, чтобы получить какой-то результат. С позиции здоровья. У вас падает пятерка кубков. Ну, вот карта серьезных эмоциональных переживаний. Потому что пятерка кубков, это помимо всего прочего, карта душевного раздрая. Каких-то... Знаете, когда вы на чем-то циклитесь, вы не можете это преодолеть. Вы не можете это пережить. Потому что это карта нервных срывов. Это депрессии. Это в целом... Для кого-то может проиграться, как удаление нарывов или фурункулов. Еще так. Потому что это карта, знаете, вот таких доброкачественных образований, которые вы, соответственно, будете удалять. Поэтому... Вот в основном, я вам скажу честно, вот здесь больше проигрывается в соответствии с теми арканами, которые падают. Серьезные переживания в плане работы. То есть какой вид деятельности податься, либо на чем сделать акцент. Поэтому, как я говорю, если вы совмещали здесь несколько видов, ну, там, я не знаю, серии, особенно если у вас свой бизнес, да, там, не знаю, пекли торты, и одновременно у вас был свой цветочный магазин, то здесь вам придется сделать акцент в чем-то одном и одно предприятие, соответственно, закрыть. Так, с позиции личной жизни. У вас здесь падает перевернутая четверка мечей. Это карта активных действий. В каком контексте? Если на текущий момент вы одиноки, это будут попытки наладить, это будут попытки знакомства, да, выхода в новый круг общения. Если вы на текущий момент в отношениях, это ваши активные попытки что-то в ваших отношениях изменить, либо внести какие-то новые коррективы, новые яркие краски жизни, либо желание что-то для себя в целом прояснить. Сейчас я дополню этот аркан, что у вас здесь. Перевернутый король мечей. А здесь вы знаете, что у вас будет за ситуация? Желание даже может быть в какой-то агрессивной манере, мало того, что отстаивать свои права, потому что у вас это не получается, либо указать партнеру на его агрессивность по отношению к вам, либо на отсутствие заботы, либо на отсутствие внимания, либо что в целом партнеры относятся к вам пренебрежительно. У вас такая ситуация просто утомила, и здесь вы, как говорится, будете показывать свой гонор, будете отстаивать свои права. Многие, кстати, в этой ситуации могут указать партнеру на дверь, потому что у вас такая ситуация, и пренебрежительное отношение к себе просто уже, знаете, как довели до точки кипения. Ну и совет от карт на месяц Здесь у вас падает перевернутый пашкубков Сам по себе аркан, он указывает на ситуацию Вот этих ваших эмоциональных переживаний Знаете, когда все вот навалилось на каком Но могу вам сказать сразу Вы не думайте, что у вас такой-то раскоп Либо у меня негативная подача На самом деле, сейчас у нас тут Многие планеты в ретагарном состоянии Соответственно, вот идут застои Идут какие-то выяснения взаимоотношений Но поэтому перевернутый пашкубков Он всегда указывает какое-то либо временное Либо ненадежное перемирие Либо это ваша какая-то рассеянность Либо необоснованные надежды Ну а в целом карта указывает на вашу большую доверчивость Потому что это наивность Это может быть переоценка положительных качеств ситуации Либо в целом происходящего вокруг Сам по себе аркан с позиции совета Он вам говорит о том, что будьте эмоционально открытыми То есть не давите свои желания Если у вас есть агрессия, не давите ее себе Скажется только на вашем эмоциональном самочувствии Накипело? Высказывайте Проявляйте свои скрытые чувства Которые вы в себе давите Но и вместе с тем, это знаете Как избегайте наивного самооббана Как говорит аркан Старайтесь по возможности контролировать свою жизнь В возникающей в ней ситуации Учитесь самостоятельно принимать решения Ну и будьте внимательны и осторожны Особенно это касается тех, кто только познакомится Потому что, как говорит аркан Внешность и слова очень часто бывают обманчивы Поэтому для тех, кто только знакомится Не поведитесь на красивую оболочку Вот таким у вас вышел расклад Понимаю, что для многих он вас не порадует Но как есть, так есть Из песни слов не выкинешь Озвучивая только то, что падает Для тех, кто хочет заказать индивидуальную консультацию Ссылки на мои контакты вы можете найти под этим видео Ну а с вами была Евг и Валих Цир Я искренне вас благодарю за просмотр До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok